добрый день уважаемые студенты сегодня мы начинаем нашу очередную лекцию которая посвящается обучению искусных нейронных сетей в рамках этой лекции мы поговорим что собой представляет обучение нейронных сетей поговорим об алгоритмах обучения в основных парадигмах и видах обучение искусных нейронных сетей и так самым важным свойством искусных нейронных сетей является их способность обучаться процессе обучения нейронные сети повышают свою эффективность и производительность процесс обучения сводится к интерактивной корректировке синаптических весов и порогов искусственных нейронов обучение это процесс в котором свободные параметры нейронной сети настраиваются посредством моделирования среды в которую эта сеть встроена тип обучения определяется способом подстройки этих параметров то есть свободными параметрами нейронной сети мы называем синаптические веса и пороги искусных нейронов. Обучение искусной нейронной сети предполагает следующие аспекты. Первое. В сеть поступают внешние стимулы. Второе. В результате изменяются свободные параметры сети. Третье. В результате изменений сеть отвечает на поступающие сигналы уже по-иному. Вот это все называется алгоритмом обучения. Обучение на коррекции ошибки. Имеется некоторый нейрон K, на вход которого поступает вектор управляющих сигналов. Вот такой вот. Где N это дискретное время или номер шаговой дырации настройки синаптических весов этого нейрона. На выходе нейрона формируется выходной сигнал. Вот как этот. Который сравнивается с желаемым выходом, который бы устроил пользователя. Возначается он вот так. В результате сравнения получаем сигнал ошибки. Сигнал рассогласованности. Который вычисляется как разница между желаемым выходом и тем выходом, который получился у данной конкретной нейронной сети. Целью любого обучения является корректировка синаптических весов. Таким образом, чтобы минимизировать некоторую функцию, которую мы называем функцией стоимости. Она зависит от сигнала ошибки. Минимизация функции стоимости выполняется по так называемому дельта-правилу или правилу Уидроу-Хоффа. В соответствии с этим правилом получаются следующие выражения. Дельта синаптического веса нейрона прямо пропорциональна сигналу ошибки и входному воздействию, которое вызвало этот сигнал ошибки. Это здесь некоторое положительное постоянное, которое определяет скорость обучения. Это так и называется. Постоянная скорость обучения. Таким образом, можно получить новое скорректированное значение синаптического веса для нейрона в виде такой вот формулы. То есть, при следующей итерации значение синаптического веса изменяется на величину, которая была дана в виде формулы по дельта-правилу. То есть, эта небольшая добавка изменяет величину синаптического веса в новом шаге итерации. Поэтому дельта-правило можно определить следующим образом. Корректировка, применяемая к синаптическому весу нейрона, пропорциональна сигналу ошибки и входному сигналу, который его вызвал. Обучение ХЭБА. Это правило обучения вызвано наблюдениями, которые провел нейрофизиолог над биологическими нейронами. Если нейрон А, некоторый нейрон А, находится на достаточно близком расстоянии от нейрона Б и участвует в его возбуждении, то наблюдается процесс метаболических изменений в одном или сразу обоих нейронах, связанный с эффективностью нейрона А как возбудителя нейрона Б. И эта эффективность возрастает. Если перефразировать наблюдение ХЭБА, то можно сделать следующие выводы. Если два нейрона по обе стороны синапса активизировались одновременно, то прочность соединения возрастает. Если два нейрона по обе стороны синапса активизировались асинхронно, то есть не одновременно, то прочность такого соединения ослабляется или отмирает вовсе. Изменение синаптического веса нейронов выразим следующим образом Оно очень похоже на дельта правила Но, тем не менее, здесь под x и y нужно понимать предсинаптические и постсинаптические сигналы нейронов В соответствии с гипотезой к вариации можно смоделировать правила Хебба в виде следующей математической формулы Где следующие средние значения представляют усредненные предсинаптические и постсинаптические сигналы То есть значения x и y с черточками у нас представляют собой не что иное, как усредненные предсинаптические и постсинаптические сигналы В связи с этим, в соответствии с гипотезой и ковариацией, можно сделать следующие выводы по обучению ХЭБА. Синаптические веса усиливаются при высоком уровне предсинаптического и постсинаптического сигналов. Второе. Синаптические веса ослабляются в следующих случаях. Предсинаптический сигнал не вызывает постсинаптического усиления, либо постсинаптическая активность возникают случаи слабой предсинаптической активности. Теперь следующее. Мы поговорим о парадигмах обучения. И среди них одно из основных, которое называется обучение с учителем. Под учителем понимают участника процесса обучения, который обладает знаниями об окружающей среде в виде пар, вход и выход нейрона. При этом нейронная сеть ничего не знает об окружающей среде. Учителю и нейронной сети подается обучающий вектор из окружающей среды. Теперь учитель на основе встроенных знаний передает нейронной сети желаемый отклик, соответствующий обучающему вектору. Параметры нейронной сети корректируются на основании обучающего вектора и сигнала ошибки, который возникает. Корректировка параметров сети выполняется пошагово с целью имитации поведения учителя. По сути, выполняется обучение на основе коррекции ошибки. Если представить схематично, то обучение с учителем можно продемонстрировать следующим образом. Среда направляет вектор состояния среды одновременно учителю и нейронной сети. Учитель в соответствии со своими встроенными знаниями, как мы сказали, по вектору состояния среды определяет желаемый сигнал. Далее нейронная сеть отвечает на вектор состояния среды в виде отклика. Когда у нас есть желаемый сигнал и отклик, то мы можем сформировать сигнал ошибки. Таким образом, чтобы отклик соответствовал желаемому сигналу. Это называется обучением с учителем. Обучение без учителя. Это вторая очень важная парадигма при обучении нейронных сетей. Альтернативой процессу обучения с учителем является обучение без учителя. Такое обучение иногда называется самообучение. Здесь можно выделить два подхода для осуществления обучения без учителя. Первое. Обучение с подкреплением. И второе. Нейродинамическое программирование. При обучении с подкреплением выполняется формирование отображения входных сигналов нейронной сети, выходные сигналы в процессе взаимодействия с внешней средой с целью минимизации функции стоимости. При этом в системе имеется блок критики, который преобразует первичный сигнал подкрепления, полученный из внешней среды в сигнал более высокого качества, называемый эвристическим сигналом подкрепления. Такая система предполагает обучение с отложенным подкреплением. Это значит, что система получает из внешней среды сигналы возбуждения, которые генерируют эвристические сигналы подкрепления в блоке критики. Давайте посмотрим это в следующей схеме, как осуществляется обучение без учителя. У вас также имеется среда, нейронная сеть и уже блок критики. На входы блока критики и нейронной сети подается также вектор состояния среды. При этом из среды в блок критики поступает некоторый сигнал, который мы называем первичным подкреплением. Этот сигнал, в свою очередь, из блока критики уже выходит улучшенным, более усиленным сигналом, который мы называем эвристическим подкреплением. И эвристический сигнал подкрепления уже воздействует на нейронную сеть с целью, чтобы она построила свои синаптические коэффициенты наилучшим образом. После этого нейронная сеть уже может воздействовать на среду. Вот так осуществляется обучение без учителя. В рамках нашей сегодняшней лекции мы разобрали основные виды обучения нейронных сетей, познакомились с основными понятиями, узнали, что происходит в процессе обучения и познакомились с основными парадигмами обучения. Спасибо. Всего доброго.